Речь у меня пойдет о структуре и о функции зачинов в падах североиндийской поэзии Бхакти 15-16 века. В сравнении с другими стихотворными формами, получившими распространение в поэзии североиндийского Бхакти, тексты, объединяемые под наименованием пады, стихи, в наибольшей мере соотносятся с песенной традицией, и структура их подчинена структуре и ритму распева раги. Как указывают исследователи, слово пады впервые встречаются в рукописях как наименовании сочинений проповедников общины надхов, либо сидгов, сахаджиев. Это значит где-то века с 11-го, скорее всего. Однако следует полагать, что и те, и другие заимствовали это наименование, как и саму стихотворную форму, из существовавшей в раннем средневековье народной песенной традиции. В общем, от простого, так сказать, вокального исполнения раги, нередко не подразумевающего наличие сколько-нибудь содержательного текста, эта традиция, видимо, отличалась тем, что важной составляющей исполнения являлся именно текст. Песенный текст традиционно разделяется на пять частей. Первые три части – это вступление или зачин, о котором, в общем, я собираюсь говорить. Они получили название от греха – подбрасывание, так сказать, это первая часть, мелапака – соединитель, средняя часть, и дгрува – установленная, стабильная, это третья часть. Они объединялись под общим наименованием тека, то есть подпорка, поддержка. И эта часть текста соответствовала вступлению в структуре раги. Наименование тека, то есть подпорка, поддержка, вероятно, сложилось также в связи с тем, что эта часть повторяется при песенном исполнении после каждого стиха, дальнейшей части песни, а иногда и между полустишиями. Таким образом, зачин тека представляет собой своего рода припев и выполняет роль лейтмотива в падах. В современных изданиях, в указателях стихотворениях тека служит своеобразным названием песенного текста. Как указывает комментатор Кабергран-Тавали Рам Анант Утграхан, первая часть исполнялась одним певцом, которому могли подпевать присутствующие при исполнении слушатели. Часть Мелапака исполнялась строго соло, и, наконец, часть Друва, последняя, предназначалась для хорового исполнения. Части Утграха и Друва, то есть первая и третья, должны рифмоваться друг с другом, а в средней части Мелапака рифма отсутствует. Остальная, то есть основная часть песенного текста, также делится на две части. Это антеран, то, что внутри, между, то есть куплет, можно сказать, и облога. Завершение, концовка, обычно это одна или две конечных пады. Вся эта часть содержит развитие темы, которая задана в зачине, и заключение, итог, подводимый поэтом, нередко этот итог содержит молитвенную формулу, поскольку речь идет об актике. В ранних падах, например, в падах Кабира, рубеж 15-16 веков, зачин, тека и остальная часть песенного текста противопоставлены друг другу разной рифмовкой. В зачине части рифмуются или рифма отсутствует, в остальной части рифма другая, обычно парная, редко сквозная. Кроме этого, часть антера в падах Кабира обычно выдерживается в другом матрическом размере, отличном от размера зачина и от размера концовки. То есть эти части, такие вот базовые, они противопоставляются еще и таким образом. Вот в примере под номером 1 можно видеть в оригинале текст под Кабира и в переводе, вот тека обозначена, можно видеть, что она состоит из трех частей. У душа это тело бумажная кукла, капля пойдет и стоит вмиг. Отчего ты им так гордишься? Ну, у меня не рифмуются две части, здесь Путылан и Тылан. Первая и третья части рифмуются. И дальше развитие темы, раскрытие. Слепец, роешь землю, стены возводишь, это мой дом, говоришь. А как Бог призовет, свяжут да повлекут, снова его не получишь. Грехом и обманом богатство собрал и закопал его в землю. А как тело пленят, вздох последний спустишь, там оставишь богатство. Кабир молвит. У плясуна закончилась пляска. Кто сыграет на барабане? Разбит барабан, музыканты ушли. Кто к кому отправится ныне? В зачине пад Кабира нередко наблюдается изменение этой общей структурной схемы, а также некоторые упрощения. Так, в зачинах целого ряда пад изменяется порядок следования нерифмованной и рифмованных частей, либо появляется дополнительная часть, обычно нерифмованная, и образуется четырехчастный зачин. Чаще, однако, можно встретить упрощение структуры зачина. Одна из его частей, обычно средняя, милапака, постепенно утрачивает свое значение и выпадает. Остаются две рифмованные части, как в примере под номером 2. Теперь ты и си, меня нет отныне, а ученого-пандита сгубит гордыня. Вот, так сказать, это зачин, который развивается дальше в стихотворении. В падах Кабира зачин служит многим целям. В первую очередь он задает тему, раскрываемую далее в стихотворении. Тема может быть задана образом или общим речением. Далее раскрывается, поясняется в примерах и с помощью различных, значит, тоже образов. Помимо этого, зачин задает очень многие параметры поэтического произведения. В частности, в зачине устанавливается образно-символический ряд, как в примере под номером 1, который мы уже рассмотрели. Центральный образ этого, может упоминать, упоминаемый в зачине, может далее перерасти в развернутую аллегорию, что тоже, в общем, нередкий случай. Далее зачин нередко задает стилистическую структуру текста и его стилистическую окраску. Например, иронию, как в строках, которые я сейчас приведу в пример. Пандит одни слова говорит, да всё ложь. Если, произнеся имя рамы, получит спасение весь свет, то и патока скажет, во рту станет сладко. Это зачин длинный такой. И дальше эта структура выдерживается во всём стихотворении. Скажет огонь, сразу ноги себя обожжёт, скажет вода, утолит свою жажду, ну и дальше. Наконец, в зачине бывает отражена, и тем самым задана жанровая принадлежность всего стихотворения. Например, форма улотвамси. Это очень яркая форма фольклорного стихотворения перевёртыша, парадокса, образом которого у Кабира, в частности, давалась мистическая трактовка. Вот, например, такой зачин. Дива одной я видел брат. Лев стоит и корову пасёт. Это зачин. И дальше продолжается. В дом пришла поклажа, бросив вола, кошка собаку прочь волокла, и так далее, и так далее. У более поздних авторов, таких как поэты Санты Дхармадас, Даду Даял, поэты Кришнаиты, Мирабайи, Сурдас, это всё примерно в XVI век, структура зачина претерпевает окончательное упрощение. В частности, в их падах преобладает сквозная рифмовка от зачина до концовки, одна рифма. И зачин сводится до одного полустишия. Тенденция эта, насколько я могу судить, заметна уже у старшего современника Кабира Райдаса, вторая половина XV века. В некоторых лирических падах Даду Даяла и в полной мере проявляется у Дхармадаса и поэтов-кришнаитов. У Кабира это фактически не встречается. Однако упрощение структуры и минимизация зачина вовсе не подразумевало собой упрощение задачи поэта. Напротив, в этих условиях зачин принимает форму афоризма, формула или фразеологизма, либо высказывание не очень ясного без дальнейшего пояснения. Сейчас приведу пример. Вот, допустим, у Миры Баев в её падах, или, как их называют, баджинах, двух-трёхчастные зачины встречаются, но они меняют свой характер, составленные нередко повтором одного и того же полустишия и производят впечатление просто какой-то имитации длинного зачина. Под пунктом 3 вы можете видеть пример такого имитированного зачина. «Утонули совсем в его знойной карасе, глаза мои утонули совсем в его знойной карасе». Ну, собственно, повтор. Встречаются и полноценные многосоставные зачины, однако рифма в падах сквозная, объединяющая все части стихотворений от начала до конца. Короткие зачины, баджинах, в Миры Баев, это обычно простые высказывания, либо фольклорные лирические формулы, которые отражают не столько тему дальнейшего стихотворения, сколько его эмоциональный настрой. Вот это можно видеть пример такого короткого зачина в пункте 4 в примере. Здесь коротенький зачин. «Грустят мои глаза, тебя не видя». Все примерно полустиши. И далее. «Эхо слов заслышав, вздрагивает сердце. Сладки твои речи. Кому скажу о тяготе разлуки. Та, будто пилой терзает. На миг покоя нет. Жду хари на пути. Ночь тянется полгода. С мирой, когда свидишься, Господь. Радость подашь, печаль развеешь». В этом примере зачин представляет собой лирическую формулу. Ну или клише, если речь идет об авторской поэзии. И дальнейший текст также практически полностью состоит из формул. На первый взгляд, зачин в смысловом плане мало связан с последующим текстом, который, в общем-то, и внутри представляется не слишком связанным. Однако, будучи сам по себе не смысловой, а эмоциональной доминантой, зачин задает дальнейшее соединение таких же эмоциональных доминантов, то есть формул в определенное композиционное целое. То есть зачин задает не развитие темы, как смысловую последовательность, но эмоцию и комплекс, связанных с ней, выражающих ее формул. Причем набор этих формул, в общем, зависит от автора и может быть любым. В Бхаджинах Мир и Бае уже можно наблюдать изменение расстановки акцентов в структуре стихотворений. Но более явно это иная акцентуация проявлена в падах Сурдаса. У этого автора, во всяком случае в Сурсагаре, абсолютно преобладает короткий зачин. В Бхрамарагите, в песне пчели, в небезызвестной части Сурдаса, объединяющей в себе ломентации разлученных с Кришной пастушек и их полемику с Удду, который явился их наставлять в йоге, вот зачин часто представляет собой фразеологизм, причем вплоть до поговорок и пословиц. И это уже, в общем, такого рода зачин, уже определяет эмоциональную окраску стихотворения. Как, например, под пятым пунктом можно видеть пример таких пад. Это речь, адресованная Кришне. Пастушки обращаются к Кришне. То любовь у тебя или меч? Это зачин. Поразил смуглолекий взглядом клинком, раненый женщины брать же. Но остались мы в поле ратном, в риндаване, не признаем поражения. Пусть стена и остались, но амрит и лика луны всякий миг себя подкрепляем. На чарующий обрик прекрасного шья мы, глядя, в живых остаемся. Сурач, жизни осталась лишь малость Господь, уже не рази до конца. В зачине может быть выделен центральный образ, разворачиваемый далее в аллегорию, как вот в примере, который был сейчас произнесен. В иных случаях зачин прямо или косвенно задает дальнейшую структуру стихотворения. Зачин задает определенную структуру, которая, например, определяется противопоставлениями, которые подчеркивают несообразность наставлений удго. Пчела, в чьей деревне обычай такой, это зачин. И далее текст определенной структуры. Головы, на которых Харри своей рукой косу заплетала, умощая цветами и маслом. На те головы пепел велишь посыпать, связать волосы, как у агорий в пучок, и служить на шмашане. И дальше эта структура выдерживается вот такими противопоставлениями. Нередко зачин прямо отражает стилистику текста, как, например, иронию. Например, вот такой зачин. Пчела от великой мудрости всякий разум растерял. И дальше идет, значит, такая весьма ироническая речь пастушек, направленная против проповеди йоги. Кроме того, характерным для Брагомарагиты, во всяком случае, является то, что зачин фразеологизм часто оказывается загадочным. То есть смысл его не самоочевиден. И дальнейшая часть стихотворения, она разворачивает и раскрывает свою тему неожиданным образом. Например, такой пример. В ней пчела так ли иначе ли один плод достается. Это зачин, он не совсем, так сказать, ясен. Раньше нектар его губ отбирала флейта. Теперь это вторая жена горбуния. Ну и дальше, значит, вот в том же духе разворачивается эта тема. Вообще, зачины, вообще тематика эмоций, да, эмоций, которые выражают пады Сурдаса, она довольно широка по своей палитре. И это, конечно, не только ломентации, витомления пастушек в разлуке, но и выражение обиды, ревности, гнева, насмешки над Удговом, который им проповедует и так далее. И функция задания эмоционального настроя, настроения фактически полностью переходит к зачину. Зачин принимает на себя эмоциональную и стилистическую отчасти нагрузку. Тогда как смысловой акцент постепенно переносится на концовку. Спасибо за внимание. Спасибо, Светлана Олеговна. Пожалуйста, вопросы. Можно? Послушайте, пожалуйста. А вот эти дажины, они не предназначались для такого правового исполнения? Потому что, в каком случае, если так, то, может быть, вот этот зачин служил, так сказать, знаком есть для того, что мы сейчас пойдем вперед, то попрощаемся, да, что подхватывает. Ну, фактически, конечно, да, я и говорю, они как название своего рода, да, безусловно, да. Особенно, когда он короткий. Это да. Полагаю, что обязательно, да. То есть запевала, запевает, да, там уж как получится, да. В основном, конечно, сольное исполнение я слышала, но, насколько я понимаю, слушатели так просто сидеть не будут. Индийские. Ну, это далеко меня завело, но, с другой стороны, вот у Сидаса, конечно, литературная поэзия, да, стиль. Как раз обсуждали, что там, вроде бы, не все совпадает вот с этой схемой. Правильно, да, так это литературный, так сказать, вообще стиль. Но вот во всяких там Гитавале, там, возможно, это, Гришна Гитавале, но... Ну, я просто много бы заняла времени. Спасибо. Спасибо. Спасибо.